Сегодня в нашем объективе удивительный человек, замечательная хозяйка, учитель от Бога и просто женщина Раиса Владимировна Боголюбова. Встречу она нам назначила в родной школе номер 35, в которой работает уже 39 лет. Ее общий педагогический стаж 46 лет. Вообще, мне очень повезло. На моем жизненном пути, как учителя, не попадались ни мерзавцы, ни подвецы. Я всегда оказывалась в такой обстановке. У нас прекрасные директоры, у нас великолепные директоры. Сегодня у нас работает Татьяна Николаевна Бадахова, ее избрали жители микрорайонов депутаты, это о чем-то говорит. Человек, который помогает, ну, любое начинание. Вот что-то я задумываю, она не то, что там скажет, что нельзя, она говорит, действуй, работай, я тебе доверяю. То есть с такими людьми, конечно, работать очень хорошо. Раиса Владимировна преподает рисование в начальных классах и считает, что дети сегодня просто изумительные. В свободное время, как сказала сама героиня, она занимается небольшим творчеством, разрисовывает картинами стены школы. На одной – маяк, вокруг которого кружат чайки, на другой – дикая кошка, отдыхающая на ветке дерева, или водолаз в глубинах океана. Есть и декоративные панно в стиле пэтчвар. А вот первая работа художницы – белые цапли в розовых лучах заходящего солнца. Им уже почти 20 лет, но они по-прежнему в хорошем состоянии. Никто работы Раисы Владимировны в школе не портит. И взрослым, и детям они по душе. Этим летом она планирует нарисовать еще несколько картин. Но за порогом школы ее творчество не заканчивается. Раиса Владимировна Боголюбова украсила своими картинами собственный подъезд. На входной двери встречает бравый солдат. Лестничные площадки разрисованы героями из сказок. Более того, на окнах висят тюлевые занавески, на подоконниках стоят цветы. Особая атмосфера царит и в квартире Раисы Владимировны. Последние 10 лет художница увлеклась бисероплетением. Мне хотелось раньше этим заниматься. Я купила бисер, но была проблема, что иголок достать было в нашем городе невозможно. И дочь мне привозит несколько иголочек. И я пошла. У меня пошел такой раш. Одно, второе, третье украшение. Потом мне захотелось делать бисерные яйца. Еще одно увлечение нашей героини – коллекция фарфоровых статуэток. Она их собирает более 45 лет. Четыре года назад Раиса Владимировна занялась докупажем. А началось все с чемоданчика. Проходя мимо свалки из школы домой, я нашла вот этот чемоданчик. Да. И он мне настолько понравился, но он пах керосином. Там выбросили его. И я его два месяца отмачивала. Он у меня сох под натуральным солнцем. Два месяца, чтобы запах этот убрать. Потом получилась изумительная, конечно, красота. Теперь таких найденных чемоданчиков только дома более десятка. В руках художницы они получили вторую жизнь. И все они пригодились в хозяйстве. Чуть позже вторую жизнь обрели и куклы, тоже выброшенные кем-то за ненадобностью. У самой Раисы Владимировны в детстве была единственная кукла, подаренная родителями. Когда отец уезжал в командировку, она вместе с куклой ждала его. Поэтому, когда она видит брошенные куклы, у нее сердце щемит. И она не может пройти мимо них. Конечно, вещи никогда не заменят Раисе Владимировне семью. Дочь, внука и сестер. Она безумно любит и своих домашних питомцев. Кошку Дульсинею или просто Дусю. И попугая Петю, который замечательно разговаривает и знает более тысячи слов. Они живут душа в душу, даже едят из одной миски. Уходить от Раисы Владимировны не хотелось. Настолько у нее уютно. Но главная сама хозяйка – это олицетворение теплоты, душевности и доброты. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.